Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем привет, вы находитесь на канале Антромер. Мне для кого уже в последнее время не секрет, что гличей появляется довольно-таки мало. В связи с этим, чтобы канал не стоял на месте, я решил выпускать помимо гличей новые рубрики. И вот как раз-таки сегодняшний ролик из таковой и является. И в этом ролике я вам покажу 5 костюмов из разных игр, а также фильмов в мире нашей любимой GTA Online. Не забывай поддерживать этот ролик в виде подписки и лайка, а также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, ну а я начинаю. Ну и первый костюм в сегодняшнем топе у нас это Вита Скалета из игры Мафии 2. Сам костюм делается довольно-таки легко. Погнали к сборке. Для начала мы идём в абсолютно любой магазин одежды. Переходим в раздел с топами, далее кожаные куртки и покупаем коричневую расстёгнутую. Далее переходим в раздел деловые рубашки и там покупаем тёмно-серую рубашку. Переходим к штанам. Тут во вкладке джинсы нам нужны потёртые джинсы. Из обуви нам нужно перейти во вкладку ботинки и там купить армейские чёрные ботинки. После этого едем в ближайшую парикмахерскую. И там в разделе прическа мы выбираем чёлка на бок чёрного цвета. Рено Логан 20 века. Ваш Вита готов. Правда из-за моего персонажа он похож немного на Гориллу. Переходим к следующему костюму. Ну а далее у нас идёт лысый из Хитман. Это самый простой костюм в плане сборки. Ну а для него нам нужно подойти к кассе в одном из магазинов. Далее переходим в раздел костюмы на распашку и там выбираем элегантный чёрный. После этого переходим в раздел аксессуары и там покупаем красный галстук. Далее всё в тех же аксессуарах мы покупаем чёрные кожаные перчатки. И после этого летим в парикмахерскую. Там в разделе прически мы выбираем под ноль. Ваш лысый из Хитман готов. Правда у меня он всё ещё остаётся похожим на Гориллу. Ну а далее на очереди у нас это Клод из GTA 3. Его костюм тоже довольно-таки легко собирается. Переходим к сборке. Для начала начнём с обуви. В разделе спортивная обувь нам нужно купить чёрные кроссовки. А вот штаны прям похожи точь-в-точь. Находятся они в брюке карго под названием болотные штаны карго. Теперь нам нужно найти похожую куртку. Далее в разделе кожаные куртки мы покупаем чёрную кожаную куртку. И теперь летим делать себе прическу. И тут нам нужно в разделе прически купить прическу ястреб коричневого цвета. Ну вот Клод и готов. Правда мой персонаж всё ещё похож сами знаете на кого. Идём дальше. Ну а далее у нас идёт терминатор из одноимённого фильма. Нам нужна его одежда, его очки, а также его байк. Но байка к сожалению в этом ролике не будет. Переходим к сборке. В разделе байкерские куртки нам нужно купить чёрную ребристую куртку. После этого в разделе футболка покупаем чёрную футболку. Далее переходим в раздел кожаные штаны и покупаем чёрные простые штаны. Переходим в раздел с очками и там покупаем чёрные очки Дженитер. Ну а потом нам остаётся только парикмахерская. И там нам нужна прическа под названием чёлка на бок чёрного цвета. Ваш терминатор готов, правда противостоять опарышам к сожалению он не сможет. Переходим к следующему финальному костюму. Ну а далее пятый и последний в сегодняшнем ролике костюм Тэшника Феникса из игры Counter-Strike. Ну он прям люто похож на свой оригинал. Но он самый сложный из сегодняшнего топа. Сам этот костюм я собрал чисто случайно по фану с другом ещё в 2015 году. Переходим к самой сборке. В первую очередь начнём со штанов. В брюке команды мы покупаем зелёные военные штаны. Идём к обуви. В разделе ботинки мы покупаем чёрные протёртые ботинки. Теперь переходим к верху. Идём в раздел рубашки и там покупаем джинсовая рубашка подтяжки. Переходим к аксессуарам. И тут в разделе перчатки нам нужно купить чёрные водительские. Далее дуем в абсолютно любой оружейный магазин. А в оружейке нам нужно купить сверхлёгкий бронежилет. Далее открываем меню взаимодействия. Переходим во вкладку предметы бронежилет. И показывать бронежилет ставим вкл. При этом заранее выбрав сверхлёгкий бронежилет. После этого летим на пляж к маскам. И там в разделе балаклавы покупаем чёрную балаклаву. Ну вот и всё, костюм готов. Как по мне этот самый похожий и самый балдёжный костюм из сегодняшнего топа. Ну и на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Но если тебе хоть как-то понравился данный формат, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Также не забывай писать в комментариях, какой костюм больше похож на свой оригинал. Если хочешь предложить свой костюм для ролика, то те же комментарии всегда открыты. Все полезные ссылки, в том числе и на наш Дискорд, ты можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока.